Вуз здорового образа жизни. Студенты Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова вышли на лед. Хоккейную команду начали формировать еще прошлым летом. Благодаря активности в социальных сетях студенты живо откликнулись на инициативу. Времени даром не теряли. Более полугода команда тренируется, как говорится, на суше. Отжимания, подтягивания, прыжки и бег. В будущих матчах основная нагрузка придется на спину и ноги, поэтому им уделяют особое внимание. У нас есть и стоматологи. Томатологи отопе тоже будут, так что команда еще будет под хорошим присмотром медицинских работников. Хоккей – очень контактный и азартный вид спорта, а профессиональная медицинская помощь, профилактика и грамотная забота о собственном организме дают команде серьезное преимущество. В эти выходные молодые люди впервые вышли на лед. Для них начался новый этап – развитие индивидуального мастерства и навыков катания. Максим Уонов – центральный нападающий. В родной Калуге он трижды становился вице-чемпионом области и сейчас по-детски рад вернуться в спорт, которому посвятил половину жизни. Хоккей – это для меня, это второе я моё, потому что я от него живу, им существую. И если когда ты в него играешь, ты проявляешь мужественность, храбрость, устойчивость, у тебя сразу все это вырабатывается, да, еще лучше. При этом надо не забывать о том, что у тебя за спиной это учеба, там какая-то либо работа еще. Хоккей – это вторая жизнь, но я ее ставлю на первый месяц все равно. Команды настроены решительно. Уже в следующем месяце молодые люди планируют сыграть свой первый товарищеский матч, а в перспективе участвовать во всероссийских и международных соревнованиях среди студенческих и любительских команд. Во имя родного вуза они готовы тренироваться каждую свободную минуту и, конечно, добиваться результатов. Чтобы мы добились того полноценного состава, с которым у нас будет костяк крепкий, да, что мы будем потом участвовать в каких-либо регионах, представляя, во-первых, университет, да, чтобы это было престижно, чтобы нас знали в лицо, враги боялись. Участники сборной – студенты первого и второго курса. Ими руководит опытный капитан. За 4-5 лет, которые юношам предстоит учиться в вузе, они вырастут в настоящую сильную команду, на практике доказывающие, что занятие спортом – залог здоровья и успеха.